Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Иова. И сегодня мы будем делать обзор восьмой главы этой таинственной книги. Экзегеты сообщают, подобно вестникам, которые один за другим являлись Киеву с плохими новостями. Помните, когда в начале этой книги описывается, один пришел, сказал, ограбили, все стада увели. Другой пришел, сказал, дети твои погибли. Третий пришел, еще что-то сказал. Подобно вестникам, которые один за другим являлись Киеву с плохими новостями, друзья Иова один за другим выдвигают ему суровые порицания. То есть они ведут себя жестоко. Собственно говоря, они пришли как бы поддержать его. Но это люди Ветхого Завета. Они не знают Бога как любовь, как милосердие, как сострадание. Ведь только тайна Боговоплощения явила людям любящий лик Бога, как Отца. Ибо через Сына мы познаем Бога как любящего Отца. И во Христе действием Духа Святаго усыновляемся Ему. Один за другим друзья Иова выдвигают ему суровые порицания. Причем и те, и другие, не ведая о том сами, они как бы служат замыслом сатаны. Потому что задача сатаны — ввергнуть человека в окончательное уныние. И хотя бы они и пришли бы для того, чтобы его утешать, они действуют как орудие дьявола. Одни, чтобы увести его от непорочности, другие, чтобы отнять у него утешение таковой. И псалмопеевский Давид, кстати, переживал подобное от людей. И он восклицал, многие восстают на душу мою и говорят, нет ему спасения в Господе. Как тельцы тучные, тельцы башанские окружали Давида, неприятели и неприятности. Иов — это абсолютный страдалец, который испытал более чем много, потеряв своих детей, свой дом, свое собственное здоровье. И что мы имеем в этой главе? В этой главе Вилдад пытается убедить Иова, что тот говорит слишком эмоционально. Мне кажется, это суровое обвинение. У человека все тело больно, все тело зудит. Его обвиняют в том, что он при этом эмоционален. Иов и его дети пострадали заслуженно, настаивает Вилдад. Это 3-4 стих. Если бы Иов искренне покаялся, то Бог вскоре возвратил бы его потерю. Это с 5 по 7 стих. Ну, трудно представить, как можно возвратить погибших детей. Провидение обычно отнимает у нечестивцев надежду и радость, так же, как у Иова. Именно поэтому у друзей появились основания подозревать его в лицемерии. Может быть, он скрытый грешник. Это с 8 по 19 стих. Их подозрения, которые озвучивает Вилдад, полностью подтвердятся, если только Бог не даст Иову облегчение. Ну, облегчение, как некую такую именно защиту от боли. Защиту от боли. Об этом с 20 по 22 стих. Вот здесь я хочу напомнить, что да, книга Иова — это диалоги разных людей, и из них абсолютно правы — это Иов, но он тоже ошибается в некоторых случаях. Но иногда те люди, которые как бы противники ему, хотя и пришли как друзья утешать его, они начинают говорить истинно Божию. И мы читаем, «И отвечал Вилдад Савхиянин и сказал», то есть на эти сетования Иова, преподобный Ефрем Сирин уточняет, «Вилдад Савхиянин упрекал Иова, потому что считал, будто слова Иова, сказанные в защиту истинной справедливости, были произнесены по высокомерию и презрению». Итак, Вилдад обвиняет Иова в том, что тот слишком эмоционален. Второй стих. «Долго ли ты будешь говорить так, слова уст твоих бурный ветер?» То есть он обвиняет Иова в том, что тот слишком эмоционален, сравнивает его речь с бурным ветром. Христианские экзогеты обращают внимание на слова, слова уст твоих бурный ветер, И вот довольно резкий тон Вилдада не похож на мягкую речь или фаза. То есть, друзья Иова, скажем так, в кавычках, они разные. Тон, резкий тон Вилдада не похож на мягкую речь или фаза, с помощью которой тот пытался подобрать ключи к сердцу Иова. Ну, достаточно посмотреть 4 главу 2 стих. И свидетельствует, что Вилдад в духовном отношении стоит гораздо ниже или фаза. неслучайно в 42 главе Господь назовет по имени только одного из друзей Иова или фаза. То есть у Иова, оказывается, нет друзей, у него один друг, и это или фаз. Потеря имени, как я часто объясняю, означает Божье неудовольствие тем или иным человеком, а обнаружение имени указывает на некоторое благословение Божие для такового. Итак, Вилдад восклицает, «Долго ли ты будешь говорить так, слова уст твоих бурный ветер?» Он как бы говорит, поменяет тон. Далее. Он настаивает на том, что Иов и его дети пострадали заслуженно. И мы читаем 3-4 стих. Речь Вилдада продолжается. «Неужели Бог извращает суд, и Вседержитель превращает правду?» То есть Вилдад как бы говорит Иову, «Да, твои дети погибли, да, ты потерял все имущество, да, ты потерял свое здоровье, но неужели ты хочешь обвинить Бога в том, что все это произошло незаслуженно?» «Неужели Бог извращает суд, и Вседержитель превращает, то есть искажает правду?» «Если сыновья твои согрешили пред Ним, то Он и предал их в руку беззакония их». Здесь Он не говорит, «ты согрешил тоже с ними», Он говорит о них, но намекая на него, на самого Иова. «Здесь Он и предал их в руку беззакония их», как бы говорит Вилдад. Они совершили беззаконие, и Бог как бы оставил их один на один с беззаконием, а любой акт беззаконный, он является суицидальным. Но в то же время эти слова Вилдада, имя которого пропадает в окончании книги Иова и в истории, несмотря на жестокость, эти слова Вилдада являются абсолютной истиной. «Дети Иова погибли от руки собственного беззакония». Как я уже говорил, хотя эти люди, друзья Иова, поставим это слово в кавычки, они говорят чаще неправильно или не совсем правильно, но иногда Дух Божий осеняет их, касается их. Иначе бы эти диалоги потеряли бы всякий смысл, находясь на страницах Священного Писания. Далее, с 5 по 7 стих Вилдад развивает свою мысль «Если бы Иов искренне покаялся, то Бог вскоре возвратил бы его потерю». Но для Иова потеряли только его имущество, его здоровье. Да, это можно вернуть, но ты уже не вернешь умерших детей. И мы читаем с 5 по 7. «Если же ты взыщешь Бога и помолишься Вседержителю, и если ты чист и прав, то Он ныне же встанет над тобою и умиротворит жилище правды твоей. И если в начале у тебя было мало, то впоследствии будет весьма много». Заманчивые перспективы. Но проблема заключается в том, что Иов не может до конца понять, а что же он совершил не так. «А для чего вообще Бог все это попускает его?» «Почему беженцами становятся миллионы и миллионы людей?» «Почему люди покидают свои дома?» «Почему оказываются на чужбине?» «А за что все это?» «Для чего все это?» На самом деле Бог хочет усовершенствовать этого человека. Как я часто говорю, чтобы как золото, огнем очищенное от примесей, свинца, прежде всего свинца, в древности подмешивали его в золото, в расплавленном виде, он бы стал совершенным праведником. «Если ты чист и прав, слова Элифаза, муж чище ли творца своего?» Здесь мы можем сравнить то, что говорит один, с тем, что говорил другой. «Что такое человек, чтобы быть ему чистым?» 15-14 книга Иова. Сам Вилдад также придет к выводу, как быть чистым, рожденному от женщины. 25-4. «Страдания Иова являются школой духовного совершенствования не только для него самого, но для его друзей, которые пришли, чтобы вместе сетовать с ним и утешать его, как мы прочитали во второй главе этой книги 13 стих. Почему люди должны менять привычный уклад жизни, куда-то переезжать? Почему человек благополучный, успешный, уважаемый и почитаемый многими может вдруг заболеть, смертельно опасной болезнью? Зачем все это? Для чего все это? И вот то, что высказывает Иов, то, что высказывают его друзья, потом это суммируется Богом, и Бог все расставляет по своим местам. «Если же ты взыщешь Бога, говорит он, и помолишься Вседержителю, и если ты чист и прав, то он ныне же восстанет над тобою и умиротворит жилище правды твоей». То есть как бы сожидит дом твоего оправдания. И если вначале у тебя было мало, а у него не было мало, у него, кстати, было много, то впоследствии будет весьма много, то есть еще больше. Далее, с 8 по 19 стих, Вилдат продолжает свою речь, ее смысл проведения обычно отнимает у нечестивцев надежду и радость, так же, как у Иова. Именно поэтому у друзей и появились основания подозревать его в лицемерии. Они сами не могут понять, почему с таким благочестивым человеком такое произошло. Иов был сторонолюбив, как свидетельствует предание Медрашей. Это был очень открытый для общения с другими людьми человек. И мы читаем с 8 по 13. «Ибо спроси у прежних родов и вникни в наблюдение отцов их, а мы вчерашние и ничего не знаем, потому что наши дни на земле тень». Человек с годами действительно начинает думать о себе, что он уже вчерашний. Вот когда мне перевалило за 50, я стал совершенно четко думать, что я вчерашний. В том смысле, что, общаясь с молодыми людьми, я вдруг сделал открытие, что я их не понимаю. Мы говорим на разных языках. И вот эта мысль здесь передается 8 и 9 стихом. «Если спросить у прежних родов, то есть тех, которые были до нас, и вникни в наблюдение отцов их, то есть тех, которые были до них, а мы вчерашние, то есть по отношению к новым поколениям, к новым родам, не знаем, потому что наши дни на земле тень». Как тень, жизнь прошла наших предшественников и их предшественников, так и мы уже чувствуем себя вчерашними людьми. «Вот они научат тебя». То есть они научат тебя тому, что все скоротечно. «Вот они научат тебя и скажут тебе, и от сердца своего произнесут слова». Возникает вопрос, а как мертвые могут меня чему-то научить? А они меня могут научить тому, что они были живы, но теперь их уже нет. И какие же слова они могут нам предложить? «Вот они научат тебя, скажут тебе, и от сердца своего произнесут слова». Тут идёт двоеточие и их предполагаемая речь. «И поднимается ли тростник без влаги?» Если нету влаги, тростник не поднимается и засыхает. «Растёт ли камыш без воды?» «Ещё он свежести своей и не срезан, а прежде всякой травы засыхает. Таковы пути всех, забывающих Бога, и надежда лицемера погибнет». Да, он говорит правильно. Иначе бы мы не изучали бы его слова, но он не прав по отношению к Иову. Бог посылает для своих избранников страдания с одной целью, кого он любит, того и наказывает. Как я часто объясняю, больше всего надо бояться равнодушия небес, когда ты совершаешь что-то дурное, но никакого наказания не приходит. И в противоположность этому христианин всегда понимает, за что он терпит то или иное. «Поднимется ли тростник без влаги?» То есть Бог заботился о нас, когда мы росли. «Растёт ли камыш без воды?» Мы бы вообще не смогли бы существовать, если бы он о нас не заботился. Если он в свежести своей и не срезан, а прежде всякой травы засыхает, наверное, это происходит по воле того, кто даёт влагу. Такая мысль этого человека. «Таковы пути всех забывающих Бога, и надежда лицемера погибнет». То есть рост будет до какого-то момента, благополучие до какого-то момента в жизни каждого лицемера, а потом неизбежное наказание. Исихий Иерусалимский преподобный, комментируя 13 стих, «Таковы пути всех забывающих Бога, и надежда лицемера погибнет», пишет. «Но Иов не забыл Бога, будучи всё ещё подверженным испытанию, он приносил благословение и хвалы. Вот почему окончательное состояние праведника несравнимо с высушенной на жаре травою. Но будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время своё, и лист которого не вянет». Это цитата из Псалтири, первый Псалом, третий стих. «И верно, Иов, храня плод добродетели, стал причиной обильной листвы, давшей цветы благих дел мира сего». Это работа Исихия Иерусалимского «Гамилия на книгу Иова». Итак, Вилдат говорит, что это пути всех забывающих Бога. Вилдат описывает состояние безысходности тех, кого он зовёт забывающими Бога. Это слово в древнееврейском языке употреблялось применительно к развращённым грехам или отошедшим от Бога людям, которых грех всецело поработил. Вилдат со всей очевидностью считал, что Иов как раз тот, кто забывает Бога. Возможно, что Вилдат никогда не видел, чтобы человек так был бы наказан Богом, чтобы человек одновременно потерял бы всё своё имущество и всех своих детей, и всех своих рабов, и всех своих слуг, и к тому же собственное здоровье. Как правило, происходит что-то одно, а другое сохраняется. И поэтому Вилдат мог считать, что это очевидно. Если так это происходит, одно за другим, то, конечно, это действие Бога. И сейчас целые народы, они могут испытывать трудности. Одна трудность за другой, одно нападение за другим, одна санкция за другой санкцией, и так далее, и так далее. И люди пытаются разобраться, а кто тут виноват, а кто тут прав, не понимая того, что Бог может посылать и тем, и другим сходные испытания с одной целью усовершенствовать и одну, и другую сторону. Ибо, как учит блаженный Августин, Бог не посылал бы зла, не имея намерения, и само зло обратить в добро. И далее мы читаем с 14 стиха и ниже «Упование его подсечено», то есть, такого человека, и укорененность его «дом паука», то есть, его укорененность, уверенность его, как «дом паука». А что такое «дом паука»? Это паутина. Возьми рукой, проведи, и все. Ты даже руками не почувствуешь, как ты разрушил «дом паука». Ты можешь это увидеть. Обопрется, а дом свой и не устоит, ухватится за него и не удержится, зеленеет он перед солнцем, засад, простираются ветви его, это когда все хорошо, в кучу камней вплетаются корни его, между камнями врезываются, но когда вырвут его с места его, оно, то есть, это дерево, откажется от него. Я не видела тебя, вот радость пути его, а из земли вырастают другие. То есть, были другие, теперь ты, потом появятся еще другие. святитель Григорий Двоеслов в своих гамильях, они называются «Морали» на книгу Иова, он пишет, если он, то есть Господь, вырвет его с места его, он, Господь, откажется от него, говоря, я не знал тебя, и далее идет рассуждение Григория Папы Римского, лицемер вырван из своего места, когда он расстается с аплодисментами настоящей жизни по вмешательству смерти. Прекрасные слова. Рано или поздно все известные люди расстаются с аплодисментами настоящей жизни по вмешательству смерти. Я как-то задавал вопрос своим друзьям, могут ли они назвать митрополитов московских, санкт-петербургских в XIX веке. Вспомнили только одного святителя Филарета Дроздова. Никого больше не вспомнили. А почему так? История не сохранила их имен. Сохранилось имя митрополита московского Вся Руси Филарета Дроздова, который учил с верующими Святой Евангелия. И этим он известен. Этим он памятен. А аплодисменты настоящей жизни по вмешательству смерти, они прекращаются. Григорий пишет далее. Но внутренний свидетель отвергает его, уничтожая таким образом и утверждает, что он, Господь, не знает его потому, что справедливо осуждая жизнь самозванца, истинно не знает его и не признает добрых дел, что он сделал, потому что он никогда не берег их, то есть добрые дела, в цели ума своего, что это значит, да он делал добро, ну так, между прочим, а в целях ума была известность, богатство, счастье, то есть все то, что прекращается со смертью, ибо только добрые дела идут с нами в тот мир, но, к сожалению, не только добрые, но и злые. Григорий пишет, и поэтому, когда он придет на суд, то есть такой человек, он, Господь, скажет неразумным девам, истинно говорю вам, не знаю вас, Евангелие от Матфея 25, 12. И когда он, Господь, видит испорченность ума, он осуждает, даже непорочность воплоти, то есть может быть в теле ты не согрешил, но в твоих помыслах, в твоих фантазиях, в твоих галлюцинациях ты был по-настоящему развращенным человеком. И когда он видит испорченность ума, он осуждает даже непорочность воплоти. но если бы было так, чтобы только их собственного разрушения было бы достаточно для лицемеров, чтобы их зло не побуждало других к жизни двуличной, ибо это путь всех желать, чтобы такие, как он сам, были соединены с ним, и чтобы избежать разницы в жизни, прививать в качестве образца для подражания вещь, которую он любит, то есть эти люди, гедонисты, они создали свою идеологию, и идеология современного нам мира, это идеология вот этого потребительского общества, и хотя каждый понимает, насколько скоротечна его жизнь урвать, урвать все, что можно, а пусть у нас хоть потом, это философия людей этого мира. Далее с 20 по 22 стих высказываются их подозрения, что они полностью подтвердятся, то есть надо подождать и все это подтвердится, все подозрения этих друзей, если только, конечно, Бог не даст Иову некое облегчение, ну, для этого Иов должен покаяться, осознать, разорвать там рубаху на себе или что-то еще. И мы читаем 20 стиха и ниже. Видишь, Бог не отвергает непорочного и не поддерживает руки злодеев, Он еще наполнит смехом уста твои и губы твои радостным восклицанием, а здесь вот этот судья Иова начинает пророчествовать. Он еще наполнит, то есть Он Господь смехом уста твои и губы твои радостным восклицанием, а Юв так и скажет, и тело мое сделается свежее, чем в одни юности моей. Он раскроет для себя тайну воскресения. Оказывается, последнее слово за Богом, а Бог есть справедливость, истина и любовь. Видишь, Бог Бог не отвергает непорочного и не поддерживает руки злодеев. Он еще наполнит смехом уста твои, губы твои радостным восклицанием, ненавидящие тебя облекутся в стыд. Здесь он говорит как бы о себе. Да, друг, он не ненавидит Иова, но не понимая его, того, что Бог с ним делает, этот человек оказался врагом Иова. Ненавидящие тебя облекутся в стыд, и шатра нечестивых не станет. Это действительно так. Все очень скоротечно, все очень подвижно, но бессмертен Иов, который называется многострадальным и неприходящим его подвиг, когда в толще неприятностей, как бы погруженный в ил собственного страдания, он обретает смысл в Боге и с Богом, а нечестивый он есть и его нет. Псалом 36-й с 10-го по 13-й стих «Еще немного и не станет нечестивого, посмотришь на его место и нет его, а кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира. Нечестивый злоумышляет против праведника и скрежещет на него зубами своими. Господь же посмеивается над ним, ибо видит, что проходит день его». Итак, сегодня мы сделали обзор восьмой главы книги Иова, книги страдания, которые раскрывают для нас смысл горести, страданий, переживаний. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. Также мы и спрашиваем ваших молитв за то служение Слова, которое мы совершаем на этом библейском портале. И берегите себя. До новых встреч! субтитры